всем доброе утро вот кто-то сказал кто-то изобрел выражение работы по горло вот я понимаю почему вы видите что у нас саду ничего нет мы очень много сделали впереди сада и сбоку вот а здесь у нас проект один завершён мы наняли мужика который ландскейпа который сделал нам часам все покажу вот здесь плиты две вот эти которые более серые это было раньше трава вот он нам сделал маленькую ступеньку с которой я когда-нибудь в один день грохнусь я чувствую вот но здесь не было выбора вот этот сад он вот эта часть она немножко под склоном видите вот я здесь буду думать что делать он нам посоветовал у меня есть яблони молодая вон там стоит посадить ее сюда здесь очень солнечная часть второй половине дня и в первой немножко вот течение дня уходит туда солнце а потом от отсюда здесь уже когда полу так запад выходит вот в саду бесконечное дело сейчас я покажу самого начала потому что спрашивали как работа в саду пока вот никак ричард очень организованно относится ко всем заданиям он мне сделал сарае порядок относительный я прибила гвозди очень люблю гвозди забивать вот все на полочках какие-то запасы и даже вина у нас здесь запас стоит вот стол поставил все эти орудия труда мы повесили вчера мы купили новую газонокосилку очень хорошая собирает траву это старая тоже хорошие на на траву не собирает вот и здесь у нас такой проект вот эти вот это дерево тимба стоит для того чтобы мы сделали сбоку там вдоль травы нару снаружи вот это кирпичной стены мы сделаем маленький такой маленькую оградку как клумбы для клумбы и вот здесь значит здесь инструкции были такие что я ему дала что мы убираем этот тюрф тюрф называется как торф первое первое покрытие как бы травой она уже начала прорастать хорошо вот вчера на ее постриг она очень высокая уже было посадили ее в январе вот и здесь перемешку глины с песком потому что это новое и честно говоря выхода нет но поставить вот этот бордюр маленький буду который пойдет вот так вдоль значит вот эта страна стены теневая как правило немножко солнце идет вот оттуда на это уже вот это север вот и сюда вот это будет очень самой солнечная страна сюда пойдет красная сюда пойдет все что любит солнце а вот здесь я немножко как бы знаете под вопросом у меня потому что здесь нужно сажать то что любит тень или полутень вот если какие то есть идеи пожалуйста я это как у нас клуб знатоков пожалуйста мне скажите потому что то что любит тень я знаю розы они будут расти в любом в принципе они очень неприхотливые но они не будут давать такого шикарного цвета вот а мне хочется чтобы был цвет интересного есть у нас гладиолусы гладиолусы мне прислали есть такая такой сайт кто занимается садом и живет в англии джей парка джей как первая буква джей как джон парка они присылают в очень хорошем таком молодом состоянии вот розы они мне прислали их пока воду положила и разные цветы а вон у меня маленькие эти стоят здесь в общем ребят здесь работа не в проворот мужика пригнали который нам сделал вот эти плиты добавил здесь вот тут у нас было только так значит здесь ему пришлось добавить 6 плит он добавил и вот такую гальку сиреневую и вот мы вчера купили эйса это как бы японский клён нам объяснили общем такое дерево который любит тень и чтобы не было ветра вот это очень хороший защищенный уголок для него и я сгубила один у нас был на старым в старом доме в старом саду но он стоял на ветру из-за этого наверно сдох вот и вот такой еще маленький один шраб то есть я делаю вот это пока прогресс саду внутренним больше ничего нет снаружи я посадила сейчас я пойду покажу вам кстати я себя не показываю потому что я не при марафете вы меня извините я хотела сегодня делать ревью но у меня абсолютно нет времени не на с командировку собираться джинсы надо там починить сеньки комнату надо еще в порядок привести ну а сейчас я здесь покажу значит здесь там этот это для мусора это все убирается вы знаете у нас переработка очень строго вот мы купили компост почву и есть еще такая штука у кого вот особенно почва нуждается в улучшении есть вот такая вещь называется свой кондишина то есть для улиц для улучшения сада для улучшения почвы и улучшает как бы структуру таяться оживляет уставшую почву и так далее то есть в общем очень очень вот пока мы сюда повесили это как ее называют сушилка для беле сейчас я вам покажу на с этой стороны пока особо прогресса нет но я бы выдергивала вчера вот эти кустарники но я их наверное соседям отдам нас молодая пара есть которых ничего не вот что здесь я посадила новые розы сирень здесь полус полутень то есть она до буквально часов четырех до пяти здесь тень потом получается немножко солнца потому что вот это запад это как бы юго-запад и запад где же сирень то а вон сирень вот это джей парка сирень 3 куста 20 фунтов что ли потом вот еще сирень и вот и вот еще сирень светлая вообще не помню какая светлая может быть темная будет вот здесь у меня на горнице здесь по вылезали тюльпаны нарциссы как вы видите вон тюльпанчик расцвел пионы вылезли пионы вот я думаю зря я сюда посадил них просто некуда больше но я посадила часть вот с этой стороны теперь зная что солнце здесь вот эти пионы я думаю близко к этому кипарису очень может быть я его вообще потом и вытащу не кипарису а как эту и вот и вот моя любимая камелия видите как она пошла хорошо я очень рада что я ее сюда притащила ну вот это наш и вот я поставила два таких горшка впереди с этой обрыще и 2 не помню как зовут тоже как-то вот они хорошими такими шарами большими расцветут вот это наше владение но то что я делаю сзади почему-то работа по горло ребят совете здесь более здесь у нас вот будет вот такой бордюрчик вот этот деревянный здесь вот так идти потому что это наш трава чтобы не топтали не заезжали вот то что сзади это знаете работа не в проворот на самом деле это машины грязные но сейчас не буду мыть потому что я уезжаю на неделю завтра в командировке в ирландии на неделю вот и вот это вот все мне сажать мы вчера как рванули в центр садовой с ричардом как мы вдарили по нашему банковскому счету вот газонокосилку это купили эйс и вот это 25 фунтов стоит вот вот тут у меня стоит такой слоник с вялками а вот это трехъярусная на швабра пока не обращайте внимание я их уберу я их уберу в этот сарай а вот этот трехъярусная штука она у меня в старом доме стояла очень красиво каскадом цветы я это все посажу сейчас мне пока не до этого сейчас мне надо привести в порядок комнату и много что сделать сегодня а вот это маленькие гераньки вот такие вы знаете они копейки стоит там у них они действительно намного дешевле чем вот покупать куда-то в садовые центры привозят они домой сразу только нужно открыть и выставить вот чтобы и влага попадала и все а это лабелия она очень красивым таким каскадом маленькие такие белые сиреневые розовые цветочки но вот и все на сегодня полосе меня видео племянник звонил из москвы ну вот ребята в общем вот так вот такая такое состояние дел у нас пока никакое я может быть какое-то время покажу вам прогресс а когда будет что показывать вот а пока вы уж меня извините я особо сильно у меня до общем у меня не получается пока на разговоры за чашкой чая и так далее я думаю что я вот за эту неделю доделаю спальню вторую то и там я уже смогу сидеть хорошо и все и тогда будет тогда у нас пойдет снова все но все ребята пока хорошего воскресенья пока